Очень часто я встречаю от мам тех девочек, кто в художественной гимнастике, да и от самих спортсменок. Как все успеть? И школа, и тренировки в зале, и дополнительные занятия. Сегодня я, Екатерина Пирожкова, дам советы из своего личного опыта и поделюсь историями успеха известных гимнасток. Когда я занималась гимнастикой, у меня на высоком уровне были и тренировки в зале, и учеба, и оценки в школе. И я это сопоставляла, особенно когда начала учиться в университете, и мои тренировки все еще продолжались, потому что я выступала профессионально, участвовала на соревнованиях вплоть до четвертого курса. И здесь прям я увидела закономерность. Те, кто получают пятерки, они и в спорте хорошо себя проявляют, потому что я училась в спортивном вузе, и здесь было прямо хорошо видно. Потому что в школе я стремилась быть отличницей. У меня были четверки, но пятерок было больше, и я знала, что мне нужно готовиться к школе. Я никогда не приходила в класс неподготовленная. Даже когда были соревнования, я уезжала и пропускала неделю в школе, приходила и делала все уроки в выходной день после соревнований за тот период, который пропустила. Приходила в школу и была просто полностью подготовлена. Учители спрашивали, откуда ты все знаешь? А я не понимала, как дети, которые приходят в школу каждый день, могут чего-то не понимать. Потому что мне приходилось это все изучать самостоятельно. Но было стремление не отставать, быть впереди. И стремление быть победителем – это то качество, которое привил во мне спорт. И поэтому мой аттестат с прекрасными оценками и красный диплом в университете. Причем не остановилась на этом, а пошла дальше, пошла на ученую степень и защитила звание кандидата наук педагогических. Это, конечно, все благодаря спорту и дисциплине. Потому что когда начинаешь повышать планку в чем-то одном, быстрее шевелиться, качественнее и эффективно работать, тогда и повышается планка в других сферах жизни. И повышается желание быть победителем, желание быть лучше других и достигать больше. У меня звание мастер спорта международного класса. И когда я выполнила мастера спорта, то понимала, что в своем городе не добиться звания выше, потому что здесь нужно выйти за пределы чего-то. И поэтому я поехала в Санкт-Петербург учиться в спортивный вуз и параллельно тренироваться. И тут я поняла, что моя мечта может добыться. Но если я расслаблюсь, если опущу руки, если перестану от себя требовать дисциплину и перестану четко распределять время, чтобы успевать все и в первую очередь это тренировки и качественная работа на них, то у меня просто моя цель не реализуется. И поэтому я очень упорно тренировалась, трудилась и ставила перед собой цель каждый день. Конечно, если вы хотите чего-то добиться в жизни, это не произойдет просто так чудом. Здесь важно поставить цель. И когда мы ставим эту цель, то она у нас не такая уж легко достижимая, она не такая уж и краткосрочная. То есть, как правило, это долгосрочная цель, к которой мы стремимся и идем. Но помимо этой цели у нас есть подцели, подзадачи, которые мы должны четко выстроить и расставить во времени. Например, я хочу в конце года выполнить первый разряд. У меня в этот год будет ряд соревнований, и я хочу их поступать лучше и лучше, чтобы к самому решающему старту быть готовой на 100% самой сложной композиции. И у меня соревнования и задачи стоят на каждое соревнование, как я должна выступить, какие оценки получить, как готовиться к этим соревнованиям. Я просыпаюсь каждый день, и у меня четкое распределение времени, я иду на тренировку не просто так, а готовлюсь очень ответственно, делаю все задания, слушаю замечания тренера, растягиваюсь, чтобы еще повысить чуть-чуть амплитуду, чтобы еще больше у меня повысилась выносливость, чтобы я сделала эту программу капельку быстрее, чем обычно, чтобы у меня хватило времени еще для одного элемента, чтобы усложнить программу и быть конкурентоспособной, и тогда я получу свои заветные баллы. От соревнования к соревнованию у меня цель получать все больший балл, и поэтому мне нужно изучать все более сложные элементы, не останавливаться на одном и том же, а идти вперед. Конечно, здесь помогают и какие-то, знаете, вот эти листочки и напечатанные или написанные цели. Можно даже доску сделать моей мечты и поставить себя на первое место с значком первого разряда, как люди хлопают, дарят подарки, цветы, как родители устраивают там стол, вкусной еды и празднуют это событие. И ты гордишься собой. И вот эту мечту свою можно повесить у себя в комнате, можно напоминалки какие-то сделать у себя в блокнотиках на столе, и видеть эту цель, видеть эту мечту и вдохновляться ей. Конечно, нужна мотивация, поэтому обязательно, даже за каждую маленькую победу, нужно себя хвалить и поощрять. И даже перед сном прокручивать, а что я сегодня сделала такого, за что я могу себя похвалить. Потому что очень легко себя поругать. Это не сделай, это не сделай. И упасть вообще в плохое состояние и отказаться от этой цели, подумав, что все так сложно. На самом деле, если мы будем собирать маленькие победы каждый день, они у нас будут копиться. И вместе с этим будет расти и мотивация, и любовь к себе, и самоуважение. И вы будете ложиться спать очень довольными. И каждый день вы будете стремиться сделать чуть-чуть больше, чем вчера, для того, чтобы очередной раз перед сном себя похвалить. Делайте это, пожалуйста, обязательно. Потому что этот момент, он настолько дает много энергии, что вы можете смело двигаться вперед. И наоборот, забирает энергию, если вы себя не хвалите, а видите только какие-то негативные стороны, которые приводят весь ваш труд просто к нулю. А весь ваш труд, даже самый маленький, вот села на шпагат на сантиметр больше, ниже к полу, улучшила свою растяжку хоть на чуть-чуть, дотянула ногу еще сильнее. Это все ваши победы. Если вы будете это все отмечать для себя, то у вас и мотивация будет расти. Конечно, здесь не обойтись без дисциплины, потому что дисциплина – это то, что держит вас в тонусе и не дает расслабиться. Что такое дисциплина? Дисциплина – это когда вы решаете и вы делаете. Вы решаете встать в 7 утра и начать растяжку делать каждый день. Значит, вы ставите будильник на 7 утра, и когда будильник звонит, не спите в это время, а встаете и начинаете делать растяжку. Или, может быть, у вас по плану вечерняя прогулка каждый день, или пробежка еще лучше. И даже если снег, дождь, что угодно, вы все равно одеваетесь и идете на пробежку, потому что вы так решили, потому что это ваша дисциплина. Или вы понимаете, что когда вы спите достаточно времени, вы высыпаетесь и чувствуете себя хорошо. Прекрасно! Значит, мы ставим себе цель ложиться в 10 вечера, или в 9 даже, или в 9.30, и засыпать, чтобы выспаться, и на следующий день быть бодрыми, активными, деятельными и готовыми идти побеждать. А если вы не выспались, и у вас сонное тело, то как мы можем побеждать в таком состоянии? Конечно, мы должны заботиться о своем здоровье и о восстановлении, потому что наши тренировки – это серьезные нагрузки на организм. Организм должен восстанавливаться. Это и теплые ванны, что самое простое. Пришли, набрали в ванну и легли, и просто расслабились полностью. Это и поход в сауну, что требует, конечно, и времени еще, и усилий, потому что усидеть в сауне не так-то просто. Но зато, когда выходят капельки пота, тело восстанавливается. Поэтому никогда не думайте, что это вредно, это очень полезно. Я считаю, и для меня сауна – это самое лучшее средство восстановления. Я просто выхожу, как заново родившись, и после сауны чувствую себя классно. Берите на заметку. Хотя бы раз в неделю сауна обязательно. Витамины и питание. То, что дает нам много энергии. Казалось бы, да я не хочу есть эту капусту, или не хочу я есть эту рыбу, я вообще не люблю. Но это дает столько энергии, сколько не даст ни одна шоколадка, или булочка, или мороженое. Мороженое даст вам всплеск энергии на 5 минут, а дальше вы захотите просто спать, и вам нужно будет кушать еще мороженое, чтобы почувствовать энергию. Еще мороженое, еще мороженое. Это бесконечный процесс. Тем более, гимнасткам нельзя мороженых, шоколадок, булочек. Лучше кушать полноценно овощи, мясо, рыбу. И вот если вы просто будете и завтрак, и обед, и ужин кушать по полноценной тарелке, вы вообще не захотите есть те продукты, которые запрещены. А вы знаете, что эти продукты запрещены, поэтому мы их не кушаем, как гимнастки. И это тоже дисциплина. И плюс восстановление. Потому что если вы будете наедаться на ночь, то организм будет умирать и от физической нагрузки, еще от переваривания всего. Поэтому ложиться спать лучше на пустой желудок. Ну, не прям пустой, а на какое-то, ну, легкое что-то скушали, и у вас нет ни сытости, ни голода. Хорошее состояние. Вот в этом состоянии лучше всего ложиться и лучше всего восстанавливаться. Ну и, конечно, это массажи. Спортивные, расслабляющие, тайские, с маслом. Все подойдет. Тело наше любит массажи, особенно после физической нагрузки. В сборной команде любой страны. Массажи, сауны, витамины. Это обязательно, что должно присутствовать. Витаминный комплекс, который составляет весь мультинабор полезных витаминов для организма, тоже очень важен спортсменам, да и всем людям. Потому что сейчас так мало витаминов, и так нам много их не хватает. Поэтому в день витаминки обязательно нужно употреблять и витамин С, чтобы было здоровье, чтобы организм быстрее восстанавливался, и чтобы вы чувствовали себя бодрыми и веселыми. Обязательно следуйте этим правилам, чтобы у вас было не только хорошее состояние духа и тела, но и большая энергия идти вперед, достигать. И тогда все ваши цели, они не будут казаться вам невыполнимыми, а будут казаться вам реальными, и будут вас очень мотивировать. Успешные гимнастки настолько приучили себя к дисциплине и правильному планированию своего времени, что они успешны и в дальнейшем в жизни. Алина Кабаева получила два диплома, работала в Госдуме, основала собственный благотворительный фонд, открыла Академию художественной гимнастики в Сочи. «Мне кажется, без побед в школе не бывает побед на гимнастике, на тренировках», поделилась в одном из интервью спортсменка. Ирина Чащина из большого спорта не уходит никуда. Она открыла новую страницу жизни после спорта, участия в телешоу и съемках фильма. С 2013 года занимала пост вице-президента Всероссийской Федерации художественной гимнастики, но в связи с произошедшей реформой в 2017 году ушла с должности. Основное занятие Ирины Викторовны – проведение выездных мастер-классов. Еще одна управляет своей гимнастической школой в Барнауле. Амина Зарипова. На счету Амины – три медали первенства в Париже, две брозы и серебро. Она неоднократная чемпионка мира. После завершения карьеры не захотела расставаться с любимым делом. И с 1999 года работает на тренерской должности. Она уверена, что победителями не рождаются, а становятся через адский труд и пахоту. Привела к олимпийскому золоту подопечную Маргариту Мамун. Яна Батыршина. Девушка-обладательница стала 80 медалей и звание заслуженного мастера спорта. В 20 лет попробовала себя на тренерской работе в сборной Бразилии. Она проявила творческий талант на телевидении в проекте до 16 и старше. И один против всех. Вела в выпуске спортивных новостей. Сейчас у меня очень много проектов, над которыми я работаю. Это и тренерская деятельность, и работа над проектом школы-гимнасток, и самосовершенствование, постоянное обучение и создание семьи. Конечно, это требует очень четкого планирования. Это требует постановки цели в каждой сфере жизни и постоянного включения. То есть не бывает такого, что я говорю так, я ушла на три дня отдыхать, до свидания, дайте мне восстановиться. Я восстанавливаюсь по ходу, я восстанавливаюсь в процессе деятельности, вызываю в себе интерес, то, чем занимаюсь, и правильно распределяю время. Самое главное, чтобы одно не накладывалось на другое. Когда такое происходит, вот это не очень хорошая ситуация, и здесь возникают конфликты даже между людьми, потому что обещаешь одному, обещаешь другому, и в одно и то же время не можешь раздвоиться. У меня так было, когда я только закончила университет, и работала и преподавателем, и с фигуристами, и с маленькими детьми у меня свой клуб был, и ездила в другой город, помогала, и сама выступала, тренировалась. И бывало так, что у меня в одно время я должна быть в нескольких местах. Это было ужасно. Сейчас я научилась распределять время, четко планировать, и делать ровно столько, сколько я знаю, смогу сделать. То есть если я наберу себе много-много задач, вот так вот аж, и не смогу это сделать, то буду чувствовать себя плохо. Поэтому уже научилась распределять все задачи так, что они мне принесут максимум удовольствия, что у меня есть время на семью, что у меня есть время на самосовершенствование, и, конечно, занятие любимым делом. Ставим цели во все сферы, ставим распределение по цели, времени, сроков, достижений, и смотрим, действительно ли вам нравится заниматься то, чем вы занимаетесь, то, что вы делаете. Потому что если где-то вам неприятно что-то делать, то, скорее всего, вы делать не будете. Ну, у меня так, если я чувствую, что не хочу сюда смотреть, не хочу это делать, мне не приносит интерес и удовольствие, я просто этого не делаю. Но на самом деле много-много раз я достаю из себя интерес, и мне сразу становится очень интересно и продуктивно. Если вы знаете, что есть какие-то дела, которые вам нужно сделать обязательно, то достаем интерес и в очень быстром, эффективном темпе все это делаем и выполняем. Это самый надежный способ, потому что откладывание на потом, это приводит к тому, что в какой-то момент вы открываете глаза и видите кучу накопленных недоделок, которые нужно сделать мгновенно здесь и сейчас, а это уже нереально. Поэтому лучше не накапливать задачи, а делать их по мере поступления, максимально короткий срок, максимально эффективно. У меня это получается, и я уверена, что получится и у вас. Меня зовут Евгения, я мама двух гимнасток, одной из них 15 лет, и она является кандидатом в мастера спорта, и другой 8 лет. Первый раз на школу гимнасток мы пришли, когда она старше 7 лет, и она как раз только пошла в первый класс. Всех мамочек волнует один и тот же вопрос, где же найти время на тренировки дома. И тоже меня этот вопрос беспокоил, но имею уже большой опыт, готова поделиться с ним. Мои девчонки также учатся в школе. После школы мы сразу идем на тренировку. Тренировка ежедневная, многочасовая. И мы для себя выделили дни, в которые более удобно проходить тренировки нам. Это пятница, когда можно не выполнять домашние задания. Один раз на выходных и один раз на рабочей неделе. Мы выбираем тот день, когда ребенок менее устал, менее загружен. Тренировка длится буквально 40 минут. Снимаем домашнее задание быстро и отправляем тренеру. Обычно тренировка онлайн, которая проходит в мини-группе, подбирается уже под индивидуальные запросы, когда вам удобно, когда вам комфортно ее пройти. Бывает, что она разбивается буквально по часику два раза в неделю. Поэтому с такой тренировкой труда не возникает ее пройти. Нам очень понравилось проходить такую тренировку прямо именно перед сном. То есть, когда ребенок уже выполнил домашнее задание, готовиться ко сну, потренировалась и все, и спать. Надеюсь, мой опыт был полезен для вас. Ничего не бойтесь. Дети ко всему привыкают. Вырабатывается режим дисциплины. Они начинают успевать гораздо больше, чем успевали до школы гимнасток. Поэтому в этом есть также свои плюсы. В школе гимнасток мамы девочек отмечают с удивлением, что их дочки все успевают и достигают высоких результатов в спорте. И я приглашаю всех желающих на курс по моей программе, если вы хотите понять правильность выполнения базы, что даст вам залог для дальнейшего прогресса в спорте. Курс свой я построила как постепенное наращивание трудностей от простого к сложному с учетом знаний, методики, преподавания. Все начинается с любви к художественной гимнастике. И если вы увлечены этим видом спорта, то при правильном подходе к постановке целей, я уверена, вы добьетесь высоких результатов. Всем успехов и до новых встреч!